Кабардино-Балкария 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Первый перевод Спарта Попытка добить В исполнении Десултанова Интересно, что не попробовал Занять позицию сбоку А именно работает Поднялся вверх Видимо для того, чтобы заряжать Именно сильные удары В общем-то самыми сильными ударами В смешанных единоборствах Являются удары сверху вниз Там любители нашего вида спорта Сразу вспомнят известный нокаут В исполнении Дэна Хендерсона И когда он окутировал в прыжке Таким способом Майкла Биспинга Будущего чемпиона UFC Такая позиция Она является очень хорошей Для добивания Но при этом она дает Возможность спортсмену вставать Что собственно сейчас и получилось Давид Киселев В принципе видно уже Что не пришел сюда отбывать номер Видно, что он немножко Пока присматривается Эмоционально на себя вызывает Ну и как мы видим Не всегда Пожалуй, он в этом прав Да, и сейчас Пропустил несколько сильных ударов Все более и более точными И акцентированными Оказываются удары Бисултанова Есть и гематома В области левого глаза У Давида Киселева Сейчас неудачная попытка перевода Грамотно защищался Бисултанов Вот эти вот волкики В стиле Майербека Тайсумова Еще как раз встречу попадает Бисултанова здорово Начинает потихонечку прорисовываться Основная линия каждого бойца В этом поединке То есть видно, что Есть преимущества В таких жестких Коротких, пускай, сериях Там один-два удара Но это преимущество Вполне реализует Хасан Бисултанов А вот Давид Немножко не справляется С этим стойки И уже была некая Робкая попытка Перевести в партер Ну почему робкая? Потому что все-таки Наверное Неподготовленный был проход Ноги Сейчас и грызнулся Молодцы Молодые парни Как бы чувствуется Есть характер у обоих Приятно смотреть поединку Ну и сейчас пропускает Как раз таки Бисултанов Право прямое От Киселева Очень такой темповый Первый раунд Нам задают Бойцы Интересные И самое главное Чтобы не выдохлись И в дальнейших Пятиминутках Они продолжили В том же духе Что часто бывает С молодыми спортсменами Все-таки эмоциональный Накал совсем другой И опыта не хватает Именно грамотно Распределять Свои возможности Своей силой Удары локтями Не совсем понятно Было в какую Конкретно часть Ну и это Такой момент Который в принципе Не совсем ясен В судействии То есть всегда Очень трудно Определить Куда попадает Удар Либо в затылок Либо это просто Область уха В любом случае Там достаточно Профессиональный рефери И ситуацию он контролирует Вот здесь Обратите внимание Была попытка Работать снизу локтями В стиле Ну наверное Тони Фергюсона Опять же любители Единоборов Меня поймут Другой момент Что Тони Фергюсон Закладывает удар Как бы сверху Кладет локоть А здесь Такую скорее Холющую часть Но так или иначе Это первый Первый Такой В нашем поединке Момент Когда Давид Оказывается На том поле На котором хотел То есть сейчас Он в позиции сверху Да вот уже Во второй половине раунда Он переводит соперника И доминирует Даже были удары Попытка сейчас Выйти на болевой Прием Не очень хорошо Зафиксированная нога Хотя вот сейчас Может быть Есть ли закват Прямая нога С прямой ногой Можно выйти Что собственно И сделал Вышел Но попал на внутреннюю пятку Есть ли закват Нет контролирует Контролирует пока Хасан Сам накрылся Давид Киселев И вот этот момент Можно Будет означать Что первый раунд Останется Именно За бойцом Из грозного Да Вполне возможно Все таки Зная специфику Болевых на ноги Это такие приемы Которые Если взял Надо делать Потому что Иначе Ты рискуешь Посадить на себя Соперника И пожалуй Контролиру Здесь Давид Не уделил Достаточно Внимания И позволил Соответственно Хасану Выйти сверху Успеет ли он Здесь нанести Еще несколько ударов Нет Но в общем-то И этого достаточно Видим мы ногу Давида Она от ударов Лоу-киков Видно Появились уже Кровоподтеки Посмотрим Очень много В таких Поединках Решает Именно Даже не просто Характер А решимость Кто готов Больше поставить На кон Так Сейчас Несколько фраз Удалось Услышать От Баяли Шаипова Первый раунд Ты выиграл Все нормально Продолжай В том же духе И вот Ему Магомед Магомадов Подсказывает Тоже Ты очень хорош Спокойно Работай Не стоит Переусердствовать Так скажем В принципе Очень грамотные Подсказки Почему Потому что Если сейчас Поддаваться Эмоциям То почему Мы теряем Дыхание Не потому Что Плохо Подготовились К поединку А потому Что если Есть фактор Волнения То именно Он съедает Вот этот Самый Воздух Из твоих Мышц Поэтому Здесь Да Здесь Кто будет Спокойнее Тут Будет Иметь Преимущество Ну И конечно Как Многие Спортсмены Отмечают Для Дебютантов В ММА Очень важно Иметь Богатую Любительскую Карьеру Мы знаем Вот в Дагестане Даже По ходу Первого Этих турниров Гран-при Мы видели Как много Бойцов Из Дагестана Которые По 22 По 23 Года Они выходят Впервые На профессиональную Арену Против Казалось бы Опытных Бойцов И выглядят Намного Мастите За счет Того Что Имеет Огромный Багаж Любительской Карьеры То есть Там К этому Подходит Более Серьезно Очень Грамотно Подводят Спортсменов К тому Чтобы Они уже Выступали В профбоях В лигу ACA Кроме прочего В свое время Вошла такая Лига Как Тех Креп Которая Занималась Тоже Селекционными Турнирами И Вот там Как раз Мне вспомнился Один Такой Дагестанец Воспитанник Клуба Горец Который Имея Рекорд 0-0 Вышел И победил Сначала Мурата Гугова Выдающегося Спортсмена Без преувеличения А потом Еще И выиграл В финале По-моему Беляева И завоевал Поезд То есть Фактически Он выиграл Грам-при Будучи дебютантом В котором Попадал В группу Смерти Поэтому Да Действительно Тут я с вами Могу только Согласиться Какой же рисунок У нас во втором Раунде Да собственно Все тот же Единственное Что наконец-то Я увидел Первый удар В корпус рукой Вот Очень конечно Важно Работать Разнообразно И вот сейчас Сильную руку К атаке корпуса Хасан таки Приложил Это неудачная Попытка Бэкфист В исполнении Ну а почему Неудачная Потому что Она билась вперед Бэкфист Все-таки Не подготовленный Да Не подготовленный Был Лучше его делать Когда шагаешь Чуть в сторону Вот Когда ты Когда бьешь Настолько Откровенно Вперед Он легко Виден Не лезет Не лезет В партер Хасан Бесултанов Ну а собственно Зачем Если есть Примечность Стойки И явно Опаздывает На руках Давид Пропускает Начало И снова И снова В корпус Бьет Бесултанов Да И видно Что попал Попал То есть Он понимает Что Действительно Приносят Результат Эти удары Опущенные руки Сейчас У Давида В принципе Уже можно Смело Бить В голову Корпус Обычно Бьют С правой Руки Не для Того Чтобы Посадить Спортсмена А для Того Чтобы Кто-то Открыл Лицо Потому что Справа Если бить Правой рукой То там Селезенка Попасть С нее С нее Довольно Трудно Это Не Печень Ну Вот Этим Своими Действиями Сейчас Бесултанов Напоминает Шлеменко Александра Который В одном Из боев Беллатер Вот так Ударами С разворотов Печень Накормил Своего Соперника И в один Из моментов Он пробил Бэкфист Который Тот Уже Не ожидал Он Рефлекторно Закрывал Именно Корпус Пропустил Голову И был Глубоко Накаутирован И по-моему Вы имеете ввиду Даже Мелвина Манкуха Если Я не ошибаюсь Это Кстати Выдающийся Боец Чем Это Самый Главный Накаутер Мира Согласно Статистике Почти все Его поединки Заканчивались Нокаутом Ну вот Здесь Александр Выиграл Его сам Вот Очень Меня Ну не то Чтобы удивляет Хотелось бы Пожелать Давиду Все таки Как-то Ну прятать Проходы в ноги Он очень Односложно Делает Чуть-чуть бы Хотя бы Свинтить Либо показать Рукой Либо просто Пораскидать Вверх-вниз Вот как Хасан сейчас Работает в ударной Технике Так же Чуть-чуть Поинтересней Подготовить Проход Давида Кусилева Кстати Хайкик Да интересно Хасан Сразу правда Отреагировал Что Ничего страшного Зажался Зажался В углу Давид Я думаю Здесь Конечно Еще Сильно сказывается То что Вес Это у нас 57 килограмм Мощи не хватает Да Немножко Не хватает Может быть Для нокаутов Как бы Одним ударом Поэтому Приходится Насыпать Много ударов Была бы Это тяжелая Весовая категория Здесь Конечно Все было бы Все было бы Совсем по-другому Да Действительно Вот именно В легких Весовых Дивизионах Особенно Наилегчайшем Мы видим Всегда Скорость Технику Но нокаутов 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 Немножко Бывает Но здесь Снова и снова Локтями попадает Сначала Бесултана Затем Еще правый Кросс Добавляет Нельзя так Стоять Давид Нельзя Потому что Это все Так Быть Просто Мишенью Это Это очень Не для нашего Спорта Ну и Уверенность Пропала В глазах Той уверенности Того блеска Мы уже не видим Я думаю Что здесь Частично Еще Может быть От подготовки Потому что Кажется Ну и И ударов Немножко Наелся Понятно И Видите Тяжело Все таки Дышит Спортсмен Чего-то Значит Видимо Не хватило Вот кстати Интересно Это первый Такой момент Когда он Проход Не просто Сампел Сделал А откровенно Дождался Когда Хасам Пойдет Зафиксировать Даже Сил Не хватило Да В общем-то В общем-то Примерно Все понятно Если никто Не сделает Никакой глупости В этом поединке То Рисунок Повторился Уже И во второй Раунд Как говорится Первый раз Это Случай Второй раз Закономерность Третий раз Закон Третий Третий Раунд Вполне себе Может пройти Примерно В том же режиме Так Два раунда позади Конечно же Судьям виднее Но по ощущениям По ощущениям Пока что Превосходство На стороне Хасана Бессултанова Сейчас Очень грамотно Нужно подготовить Его угловым К последнему Отрезку Этого боя Чтобы тот Не нагнетал Потому что сейчас Хасану просто Нужно грамотно Отработать Не бегать Конечно Ну просто грамотно Этот раунд отработать И здесь уже Особых вопросов Возникнуть У Судьи не должно быть Ну и мы видим На повторах Что конечно Свои удачные комбинации Удачные атаки Были и у Давида Косилева В том числе Вот этот Хайкик слева Да Соглашусь Со всем Вышесказанным Действительно В общем-то Огрызается Давид И Кстати интересно Я тут видимо Несколько раз ошибся Назвав его фамилию Неверно Давид Кисиев Вот Дорогие друзья Пожалуйста Запомните именно так Все равно Интересный бой Другой момент Что Давиду все-таки Он огрызается Действительно Это видно Молодец Все здорово Но для того Чтобы побеждать Нужно все-таки Нечто чуть больше Будет ли это больше Ну вот Увидим прямо сейчас Третий раунд Решающий Посмотрим Откроется ли У Давида Кисиева Второе дыхание И начинает С левого Хайкика Кстати вот Обратите внимание Насколько все-таки Развивается спорт Вот еще пять лет назад Для того Чтобы дебютанты Так хорошо владели И ударами ногами И связками Рук-ног Этого даже близко Еще не могло быть А сейчас Вот мы видим с вами Двух дебютантов И каждая из них Уже это делает Как будто это джип Здорово Сейчас уже Вот последние годы Да мы наблюдаем Что в ММА Не так Не все поголовные Из какого-то другого Спорта переходят В ММА Идут изначально Целенаправленно Готовятся Вот именно быть Совершенными бойцами Разносторонними И мы знаем На детском уровне На юношном Какое Огромное количество Различных турниров Проводится Поэтому уже Практически каждый боец Он бывает развит Во всех аспектах Что не отменяет Того факта Конечно Что и из других Единоборств Опять-таки сюда переходит Те же боксеры Борцы Они продолжают Да жестко Сейчас Давид Конечно получил Двойку на встрече Хасан пробует Менять стойки Пока не получается У него в этих Двух стойках работать Но По крайней мере Попытки он делает Это здорово Это значит Он пытается Еще раскрепощаться И находить Какие-то новые Для себя Пространства В поединке То есть значит Что вот эти попытки Сейчас Это будущие Успешные приемы Дальше И опять Неудачная Попытка перевода В исполнении Кисева Сейчас вроде бы Он поймал На противоходе Соперника Но Уложить На канвас Ему Не удалось Да Вот сейчас Джеб Хорошо Была попытка Еще задушить Но конечно С отключенной спиной Очень тяжело Это сделать Опущенные руки Вот Давид Уже пошел вперед Сейчас он идет Уже Видимо Сейчас он понял Что технически Проигрывает И идет именно Драться на характере Сейчас двойку Пропускает Здесь кстати Интересный момент Перехода Возможно Именно здесь Заканчивается Вот технические Смешанные Одиноборства И начинается драка Часто вот происходит Именно в такие моменты Ну нет Мы видим кстати говоря Вот обоюдно Да Интересный такой момент Нет Поднял все таки Немножко обратно руки И надолго Атаки Пока не хватило Но нет Здорово Здорово Идет Все равно Дух то есть Дух хватает Характер это В нашем деле Очень важно Вы знаете Очень хорошее Начало задают Эти парни Этому турниру Если все продолжит В таком же духе Нас ждет То есть незабываемый Вечер Смешанных Немножоборств Напоминаем 18 поединков Сегодня запланировано Вообще было Изначально 20 Ой Но два боя По различным причинам Были отменены Мы потом Поподробнее об этом Расскажем Когда будет Возможность и время Да Посвободнее Конечно чувствует себя Чеченский спортсмен Вот Но в принципе Мы видим И у него тоже Уже есть гематомы Стоят друг друга Стоят друг друга Действительно Это очень хороший Опыт Очень хороший Первый поединок Для обоих Каждый из них Выйдет С этого Поединка Существенно Повзрослевшим Повзрослевшим Спортивным планом Ну и нельзя Конечно не отмечать Того факта Что очень много Ударов Бесултанов пропускает Также Кисеев Не так уж и Безнадежен Возможно Будя чуть Помощнее Да Эти парни Вполне возможно Что в одном из своих Один из своих ударов Он бы поймал Хасана Бесултанова Но Если брать Именно техническую Составляющую То именно В ударной технике Все-таки Лучше подготовлен Именно Боец Если Чудо В этом Поединке Случится То оно Должно Происходить Сейчас 40 секунд Смотрите Маршал Есть Рассечения Небольшие Под обоим Глаза Интересно Редкое Довольно Сейчас Движение Хотя Становится Кулярнее Прямой удар Ногой В ногу Так называемый Стон Ударом На удар Отвечает Снова Бойцы Попытка Неудачная Очередная Перевода По поводу Сечек Обратите внимание Почему мы Об этом Говорим Потому что В судейских Записках Судьи Обязаны Будут зафиксировать Это как Отдельную галочку Оценка Нанесенный ущерб Да Но это наверное Будет считаться При прочих рамках Скорее Потому что У каждого Разная текстура Кожи Есть бойцы Которым достаточно Люди Которым достаточно Незначительного Касания Чтобы получить Гематому Ну а так вот Запускает Лук Стрелу Из лука От сам Бесултанов И уже Что ж Скорее всего С первой победы С первой победой С первой победой Мы можем его поздравить Ну и Давид Кайкисиев Конечно Сражался достойно Бился Но видно Что пока что Пока что Он своему сопернику На данном этапе Уступает Ну что ж С отличным боем Поздравим обоих В любом случае Для обоих Это только Начало Дальше Будет Больше И возможно Только интереснее Уважаемые Поклонники Смешанных боевых Денаборств В этом поединке По итогам Трех раундов Единогласным Решением Судей Одержал победу Хасан Бисултанов Чеченская республика Клуб Беркут Субтитры сделал DimaTorzok